Пару месяцев назад вот здесь мы рассказывали про актёров, загубивших свою карьеру. Но иногда даже те, кто, кажется, просадил уже всё и вся, могут вернуться и снова быть на коне. Сегодня говорим про тех, кто побывал на карьерном дне, но нашёл в себе силы выбраться. Мы расставляли актёров по нескольким параметрам. Тому, как глубоко они пали, насколько крут был воскрешающий фильм и насколько триумфально они смогли закрепить успех. А все вместе эти компоненты образуют субъективность, ведь это довольно условные величины. И да, мы брали роли только в большом кино, сериалы не учитывали, потому что уход на ТВ и возврат оттуда – это немножко другая история. А меня зовут Пётр, и это топ-10 фильмов, воскресивших карьеру актёров. На 10-м месте фильм «Мастер» и «Хоакин Феникс». История будет необычная. В 2009-м году Феникс и его друг Кейси Аффлек решили замутить экспериментальный фильм. По замыслу, Хоакин должен был целый год в реальном времени скрыто отыгрывать двинувшегося актёра, и никто не должен был об этом знать. Он зарос, стал странно себя вести и заявлял, что собирается в рэп. Над ним начали издеваться в интернете, его на Оскаре спародировал Бен Стиллер. И все сходились на том, что его карьера грохнулась. Через год фильм вышел, и все поняли, что Хоакин всё это время на самом деле играл роль. Проблема была одна – фильм оказался не очень. И вроде бы люди уже поняли, что Феникс не псих, но осадочек остался. Ещё год он просидел без работы, а потом вернулся в кино блестящей ролью в «Мастере». Фильм был, возможно, и не культовый, но он сыграл так, что все вопросы к его состоянию отпали. И в 2013-м он уже выдал шикарную «Она». Потом дело снова подзаглохло, но вот в этом году у него три хороших премьеры, поэтому всё у него в порядке. Девятый «Бронсон» и взлёт Тома Харди. Сейчас в это тяжело поверить, но когда-то он не был суперзвездой. Более того, он был актёром откровенной категории «Б» и снимался либо во всяких «Минотаврах», либо на 146-х ролях в хороших фильмах. Так было до 2008-го года, когда он снялся наконец-то в не 146-й роли, в «Рок-н-ролльщике» Гая Ричи и в том же году в «Бронсоне». Фильм дикий, местами помороженный, но Харди показал себя во всей красе. Он набрал 19 килограммов мышц, лично общался с опаснейшим преступником Британии, которого ему предстояло сыграть, вжился в его образ и выдал лучшую на тот момент роль в карьере. Игру на разрыв Аорта всегда замечают, поэтому после этого дела у Тома пошли. Он пробился в начало Нолана, затем в «Война» и третьего «Тёмного рыцаря» на роль Бэйна, а потом и вовсе улетел куда-то в космос по количеству хороших ролей. А если бы не Николас Винден Крёфн и роль в «Бронсоне», Харди бы сейчас играл не пилота в «Дюнкерке», а вон того парня. Восьмое место фильм «Рестлер» и «Микки Рурк». Культовая звезда 80-х и 90-х Рурк в какой-то момент свернул не туда. Произошло это по нескольким причинам. Во-первых, по свидетельствам у него отвратительный характер. Во-вторых, неудачная пластика, сделавшая из красавчика человека, похожего на завсегдатая подзаборья. Он на некоторое время пропал с радаров, потом вернулся в роли монстра в «Городе грехов», а потом снова заглох. И вот наконец-то в 2008 году вернулся по-королевски в фильме «Рестлер». Главная роль в «Рестлере» Даррена Аронофски показала, что Рурк ещё может играть и может быть главной звездой фильма. Кино солидно окупилось, а сам Микки получил единственный в карьере «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль и единственную номинацию на «Оскар». В общем, это был отличный камбэк, после него последовали «Железный человек 2», «Неудержимые», «Прожектор Пэрис Хилтон», а потом всё снова пошло не так. Поссорился с авторами «Неудержимых», выбыл из проекта, других ролей не нашлось, и он стал светиться в откровенной категории «Б», иногда переходящей в категорию «Г». Будет ли второй Аронофски, который решится ещё раз его воскресить? Уже вряд ли. Седьмое место. Город воров и Бен Афли. После довольно бодрого начала карьеры, Оскар за умницу Уилла Хантинга и нескольких хайповых ролей вроде Армагеддона, он с разгоном летел в чёрную полосу. Пёрл Харбор принёс ему номинацию на «Золотую малину», а «Сорви голова» уже полноценную премию. В том же году он снялся в одном из самых ненавидимых в США фильмов века Джилье. В общем, всё было очень плохо. Он подцепил ещё пару сомнительных проектов, и после этого все вдруг осознали, что актёр-то он не какущий, и он стал мемом. До конца нулевых он прозябал либо на вторых ролях, либо в категории «Б». А потом, видимо, прочитал книжку про барона Мюнхгаузена и решил, что из болота нужно тащить себя самому. Он адаптировал книгу и сам срежиссировал фильм с собой в главной роли, и это был «Город воров». Крепкая режиссура Аффлека скрывает его недостатки как актёра, да и он немного подтянул это дело, и фильм прошёл хорошо, даже номинировался на «Оскар». Вот тут есть обзор Макара на него. Продюсеры поверили, что Бен — восходящая звезда режиссуры, и доверили ему следующий фильм — «Операцию Арга». И это был фантастический успех. Грамотная политическая агитка собрала 7 номинаций на «Оскар» и была признана лучшим фильмом. Это был крутейший камбэк. Аффлек сам вернул себе славу и кассовость, и потом был удачнейший каст в исчезнувшую. А потом был отличный Бэтмен в его исполнении, который показал, что Аффлек, оказывается, может и играть. Был фантастический взлёт, а потом он снял «Закон ночи». Фильм, которым он рискует прихлопнуть карьеру так же лихо, как когда-то её воскресил. Да, кстати, в 2014 году «Золотая малина» ввела так называемую «искупительную премию» для тех, кто когда-то опустился на дно, но нынешними успехами оправдал себя. Первым её обладателем стал Бен Аффлек. Шестое место – «Охотник на лис» и Стив Карелл. Да, простите, так правильно. Самому неприятно. Стив – отличный комик, и примерно всю свою карьеру он играл либо комедийные роли, либо что-то на телевидении. Даже получил «Золотой глобус» за комедийную роль в сериале «Офис». Ну вот, зато эпохальное. Но всё вдруг изменилось, когда в 2014 году ему предложили «Охотник на лис» исключительно комедийному актёру. Неожиданно предложили сыграть холодного, отстранённого, сумасшедшего, навевающего ужас. И что ещё более неожиданно, он отлично с этим справился. Да, «Охотник» – это кино, конечно, не для зрителей. Смотреть его тяжеловато, сюжетно оно не особо удивляет. Очень медленное, мрачное и тягучее. Но зато там есть три блестящих актёрских работы. Мы в очередной раз узнали, что Марк Руффало – отличный актёр, переоткрыли для себя драматический талант Ченнинга Татума. Но вот Карелл, Карелл просто всех поразил. Он номинировался на «Глобус» и «Оскар», но попал под каток Эдди Редмайна и пролетел. В общем-то, у многих комедийных актёров были неплохие роли в драмах или триллерах, но они редко закрепляли успех. Но вот Карелл плотно ухватил эту удачу и через год снова номинировался уже за «Игру на понижение». Пришёл 2017 год и ещё одна номинация на «Глобус», теперь за «Битву полов». Угадайте-ка, кто будет... Кто? Угадайте-ка, кто будет в номинантах на «Золотой глобус» в 2018 году? Пятое место. И тут криминальное чтиво и Джон Траволта. Неплохой он выбрал фильм для возвращения, однако. Хотя, вообще-то, строго говоря, фильм выбрал его, но об этом позже. Карьера Траволта началась в 70-80-х с ролей в нескольких отличных музыкальных фильмах. «Лихорадка субботнего вечера», «Бриолин». Все они показали две вещи. Во-первых, он офигительно танцует. Во-вторых, у него невероятная харизма. Всё развивалось ровно. Потом, наконец, он дошёл до роли в неплохой семейной комедии «Смотрите, кто заговорил» или в другом переводе «Уж кто бы говорил». Фильм был неплохой, а вот сиквел был похуже. А триквел был совсем плох. Но Траволта зачем-то продолжал на них соглашаться. В итоге его репутация в Голливуде из-за этих фильмов упала так низко, что его больше никто никуда не хотел звать. И тут внезапно прибегает Квентин. Изначально Тарантино хотел взять на эту роль в «Криминальное чтиво» Майкла Мэтсена, но тот отказался от роли. Тогда Тарантино стал искать замену и нашёл её в лице Траволта, и ему было наплевать, в каком состоянии находится его карьера. Роль в «Криминальном чтиве» подтвердила, что Траволта всё ещё невероятно харизматичен и всё ещё офигенно танцует. Фильм и его роль обрели культовый статус, так что вернулся он вполне себе неплохо. После этого ролей у него стало явно побольше, и Голливуд перестал воротить от него нос. Таким образом, он выиграл себе ещё несколько лет хорошей карьеры, поснимался в хорошем кино, а потом всё окончательно завалил фильм «Поле битвы. Земля». И еле-еле 10 лет после него пытается вернуться через телевидение. Получается нормально. На четвёртом месте «Воскрешение» Мэтью МакКонахи, но фильмов стоит выделить несколько. Ведь что мы знаем о Мэтью до 2011 года? Красавчик, не вылезающий из романтических комедий. А что мы знаем после? «Это всего лишь вечная борьба добра со злом. Но кто побеждает?» Оскар за лучшую мужскую роль в «Далласском клубе покупателей», главная роль в мощнейшем «Интерстелларе» и близкая к эпохальной роль в «Настоящем детективе». А изменили всё не самые крутые и известные фильмы «Киллер Джо» и «Мат». Ну и «Линкольн для адвоката». Ну, немножко. Всё просто. МакКонахи решил перевернуть жизнь и актёрскую карьеру. Ему надоело стедхамовить и играть по кругу одного и того же героя в разных фильмах, и он сделал перерыв, после которого попробовал поискать серьёзные роли. И оказалось, что он может. За два года он сыграл три хороших роли, за которые его позвали в оскароносный «Далласский клуб покупателей». Нолан посмотрел мат и тогда понял, кто нужен в «Интерстеллар», ну, а «Тру детектив» вылез где-то по совокупности. Жаль только, что поддержать этот уровень должным образом он не сумел, хотя это было практически невозможно, но мы надеялись. Сейчас он много промахивается с проектами и постепенно теряет запас прочности, который приобрёл до этого. Но его взрыв был настолько мощный, что на это место топа его забросило уверенно. Третье. Бёрдман и Майкл Китон. Тут без него точно было не обойтись. В конце 80-х он прославился каноничной ролью Бэтмена. Две части с его участием были сняты Тимом Бёртоном. И хотя зрители их любят, продюсеры не очень полюбили. Бёртона убрали, Китона думали оставить, но он сам пораскинул мозгами и решил уйти вслед за режиссёром. Это был 92-й год. Ещё несколько лет он где-то худо-бедно снимался, но вот в нулевые просто исчез с радаров. Замарался, снимался в откровенном трэше, ещё и не на главных ролях. И в общем, для всех так и остался актёром одной роли. И тут вдруг прибегает Алехандро Гонсалес у Ньорито. И предлагает ему сыграть актёра. Актёра одной роли. Актёра одной роли в комиксе, где он играл Человека-птицу. Совпадение? Не думаю. Кстати, это могла бы быть следующая роль Китона. Они... похожи. Бёрдман выстрелил и неожиданно забрал кучу Оскаров, в том числе за лучший фильм года. После этого про Китона вспомнили, и его карьера получила мощнейшую дозу адреналина. В следующем году последовал в центре внимания, и он выиграл Оскар за лучший фильм года. Второй подряд! Такой хоть кому-то в истории вообще удавалось. Затем была ещё одна потенциально оскароносная роль, но её бездарно протратили продюсеры. А потом был кассовый хит Человек-паук и роль Стервятника. Какая ирония! Сейчас карьера снова подзаглохла. Видимо, до следующей роли птицы-супергероя. Но такой мощный взрыв из такого глубокого забвения явно достоин третьего места. Второе место. Роберт Дауни-младший и фильм... Нет, не Железный Человек. Фильм Готика 2003 года. И здесь, конечно, цена вся история падения и искупления. В конце 80-х Роберта называли одним из самых талантливых актёров поколения и главной будущей звездой. В 92-м он уже номинировался на Оскар как лучший актёр за фильм Чаплин. Но вот потом в его жизни наступила глубокая чёрная полоса. Ещё когда младшему было 8 лет, Роберт Дауни-старший познакомил его с наркотиками. И чем дальше дело заходило, тем сильнее становилась зависимость. Всё кончилось тем, что в 96-м году суд приговорил Дауни-младшего к 16 месяцам тюрьмы за хранение оружия, кокаина и героина. После выхода он продолжил сниматься, но хороших главных ролей не было. А с 2000-го года они исчезли совсем. Остались только ТВ-проекты, которые хоть и принесли ему золотой глобус, но не могли вернуть всемирную славу. А возвращение в большое кино запустил фильм 2003 года «Готика». Почему? Это может быть и не блестящий фильм, но там он познакомился со своей второй женой, продюсером проекта. Ради неё он бросил наркотики, прошёл добровольный курс лечения и стал выправлять свою жизнь. Всё пошло на поправку, пришли хорошие поцелуи на вылет и зодиак, и вот потом, наконец, полноценное воскрешение в «Железном человеке». И сейчас он один из самых высокооплачиваемых актёров мира. Вот тут можете удостовериться. И перед первым местом немножко животворящих упоминаний. И первое место легенда мирового кинематографа во многом благодаря фильму «Воскресителю» — «Крёстный отец Марлон Брандо». Он начал свою карьеру в кино в 1950 году. Через два года он получил свою первую номинацию на «Оскар», а всего за восемь первых лет карьеры он получил пять номинаций. «Fuck you, April! Fuck you!» Но вот после этого его карьера неожиданно поднырнула ко дну. Возможно, ему снесли крышу деньги и премии, хотя на самом деле он вообще всегда был не особо приятным парнем. Не имеет значения. Главное, что следующие 14 лет карьеры были довольно пресными. А потом вдруг, как из ниоткуда грохнул «Крёстный отец». Роль мафиози стала лучшей в карьере Брандо, принесла ему второй «Оскар» и сделала культовым на века. После неё тут же последовала «Последняя танго в Париже» и ещё одна номинация. Потом всё подзаглохло, но через семь лет снова ожило в апокалипсисе сегодня. И это фантастика. Марлона возвысил один из культовейших фильмов в истории всего кино. И он от риска завершения карьеры сразу поднялся до графы культового, вошёл во все рейтинги, учебники и летописи. Учитесь, те, кому тоже уже давно пора глотнуть свежего воздуха. Это был топ-10 фильмов, воскресивших карьеру актёра. Он был, конечно, попроще после всех этих новогодних безумий, нам нужен был отходняк. В будущем мы попробуем найти какой-то баланс. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, если тоже не прочь воскреснуть в каком-нибудь крёстном отце. И пишите, чьё воскрешение поразило вас больше всего. А пока... пока. Пойду посплю. Пойду посплю. Пойду посплю. Пойду посплю. Пойду посплю. Пойду посплю. Пойду посплю.